Казахстан Железная дорога на грани дефолта. О тревожной ситуации в КТЖ рассказал Алихан Смаилов. Некогда самодостаточная компания Казахстан-Тюмер жилы по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного раз государственнее, находится на грани выживания. Как это отразится на перевозках и какое решение предлагают в аудиторской палате? Жилье с душком. Новые дома для очередников топят нечистотами в Петропавловске. Из-за подвалов идет вся гоня. От этого сырость в доме, это все отваливается. Но даже потомки отваливаются уже. Кто виноват в проблемах жильцов? Астану и Сеул свяжут прямой авиарейс. В Казахстане откроется новый корейский банк и кластер по производству автокомпонентов. Это лишь малая толика договоренностей, которых удалось достигнуть между нашей страной и Республикой Кореи всего за один день. В Казахстан с государственным визитом впервые прибыл корейский президент Юн Сок Ёль. Он принял участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В стороны заключили ряд меморандумов и соглашений. Все подробности расскажет наш специальный корреспондент Ергали Рамазанула. В Казахстане выполняют важную роль. И вносит неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются золотым мостом дружбы между нашими странами. Президент Кореи в свою очередь отметил, что многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя таким образом созданию рабочих мест и развитию промышленности. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных обосях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. Республика Корея намерена вместе, рука об руку, продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном, нашим ключевым стратегическим партнером. Сближение двух стран, и казахстанские, и корейские, граждане смогут ощутить в прямом смысле, причем совсем скоро. Наши столицы свяжут прямым авиарейсом. В настоящее время граждане Казахстана могут посещать Корею без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямой рейс «Астана-Сеул». Без сомнения, увеличение количества авиарейсов укрепит связи между двумя странами. Тукаев также отметил, что хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан в автомобилестроении. В следующем году ожидается запуск завода полного цикла «Кия» с объемом инвестиций в 200 миллионов долларов. У нас также успешно собираются машины «Хёнде», а в 2025-м в стране запустят производство деталей для моделей «Санта-Фе». В настоящее время мы строим цеха. Там и будем производить кузова автомобиля. Мы встретились сегодня на бизнес-форуме с «Хёндой Мотор Компани» и обсудили все стоящие перед нами задачи. И мы уверены, что два наших завода, выпускающих автомобили «Хёнда», будут развиваться и дальше. Кроме того, всемирно известная компания «Самсунг» в скором времени начнет производство бытовой техники в Казахстане. Также в нашей стране станет на один иностранный банк больше. Микрофинансовая организация «БНК Финанс» получила лицензию на преобразование в банк второго уровня. Когда «БНК Банк» будет создан, мы станем финансовой компанией, развивающей экономику Казахстана, предоставляя быстрые проверки и конкурентоспособные процентные ставки на основе нашего опыта в кредитовании МСБ на корейском рынке. Также мы будем служить мостом для корейских компаний, выходящих на рынок Казахстана. В условиях глобального энергетического перехода всё большую актуальность обретает расширение сотрудничества в сфере зелёной энергетики. Так, корейская компания «Дусан Энербилити» намерена реализовать проекты по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атыраусской областях. В общем, сотрудничество Казахстана и Кореи укрепится в самых разных отраслях. Стороны подписали больше десятка соглашений и меморандумов. Ергалира Мазанула, Алмаз Жулубаев, Астана Таймс. Нацкомпания «Казахстан Тимуржула» на грани выживания. Об этом в Машилисе заявил глава аудиторской палаты Алихан Смаилов. Его ведомство провело проверку национального перевозчика, и результаты оказались неприятными. Огромные долги, износ железных дорог и вагонов, задержка пассажирских поездов. Если ситуацию не исправить, все это приведет компанию к дефолту, уверен Смаилов. Дана Ермак продолжит. За последние четыре года на развитие железнодорожной отрасли направлено около двух триллионов тенге. Как уточнил Алихан Смаилов, на эту сферу в том числе деньги выделяются из бюджета. Однако, несмотря на постоянные вливания, ситуация с пассажирскими ЖД и грузоперевозками не улучшается. Зачитывая результаты проведенного аудита, глава высшей аудиторской палаты раскритиковал деятельность КТЖ. По его словам, наша компания находится на грани выживания. Некогда самодостаточная компания КТЖ по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударственнее, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 миллиардов тенге. Так, пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. А еще Альхан Смаилов отметил высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов и на постоянные задержки пассажирских поездов. Только в прошлом году составы опоздали в общей сложности на 412 часов. Но в Министерстве транспорта попытались объяснить этот факт. По данным ведомства, одна из причин ремонтной работы, а вторая – нехватка вагонов. К сожалению, у нас износ магистральной железнодорожной сети очень высокий – 57%. Поэтому последние три года, даже два года, мы значительно увеличили объем проведения ремонтных работ. То есть 1400-1500 километров в год. Теперь основная работа, именно ремонт работы, проводится в летний период. Подрядчик обязуется, допустим, в течение двух дней закончить объем работы, но он иногда не успевает, поэтому это влияет на курсирование поездов. То есть это связано с проведением ремонтных работ. Беспокоят аудиторскую палату и огромные долги КТЖ. Сейчас компания задолжала почти 3 триллиона тенге. И эта цифра продолжает расти. Из-за чего, по словам Алихана Смаилова, она находится в красной зоне кредитного риска. Дальнейшие ухудшения состояния активов, наращивания долгов, могут привести национального перевозчика к дефолту. В Казахстанте Мржолов в ответ на это попытались объяснить, куда потратили деньги. 2,9 триллиона из них потрачено на приобретение локомотивов, пассажирских вагонов и грузовых вагонов. Почти 0,9 триллиона у нас потрачено на стройку, то, что мы строим железные дороги. И сейчас, правильно говоря, что к концу этого года, в начале 2025 года, у нас долг может вырасти за 3 триллиона тенге. Потому что мы, да, действительно берем эти деньги, мы берем их взаймы, в последующем их будем отдавать. Решить вопрос долговой нагрузки Алихан Смаилов порекомендовал правительству и фонду Самрук Казына. Высшая аудиторская палата также считает, что следует направить доходы на восстановление производственных активов, в том числе на обновление железнодорожной сети. Дана Ермак, Бауржан Жолдбалин, Астана, Таймс. Центр обеспечения жильем создадут в Казахстане. Сегодня Можилис принял во втором чтении поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Документ разработан правительством по исполнению поручения главы государства о необходимости решения вопроса доступности жилья для граждан. Как рассказал депутат Лукбек Тумашинов, теперь Отбаса Банк преобразует в Национальный институт развития. Он будет выполнять функции постановки на учет и распределения жилья. К слову, ранее этим делом занимались акиматы. В документе, к слову, немало новшеств. Так планируется выдавать жилье семьям погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей. Эта норма, как уточнили депутаты, касается военнослужащих и тех, кто работает в правоохранительных органах. Кроме того, предлагается давать бесплатное жилье потерявшим кормильцев. Также первоочередно квартиры будут получать инвалиды первой и второй групп, дети-сироты, многодетные матери и ветераны Великой Отечественной войны. Много чего изменится. Закон последнего жилищных отношений был принят в 1997 году. Поэтому сегодня, 27 лет прошло, мы поэтому все меняем. Много там? Там 555 поправок было, из них 235 приняты. Первоочередно, когда государство выделяет 7 квартиры, 70% пойдут тем людям, социально уязвимым своим населением. И мы еще одну категорию ввели, это вдовы и вдовцы. Они тоже включили одну категорию. Проблемы в казахстанской рыбной промышленности озвучили в Минсельхозе. По данным вице-министра Амангали Бердалина, в 2022-2023 годах объем выращивания рыбы не достиг нужных цифр. Специалисты связывают это с тем, что в эти годы бизнесмены столкнулись с множеством проблем, в том числе изменением курса валют и санкциями в некоторых странах. Для решения проблемы эксперты требуют изменить индикатор по выращиванию рыбы в отдельных регионах, мешают развитию отрасли и браконьеры, а точнее отсутствие контроля над ними, отметил вице-министр. При создании комитета рыбного хозяйства в 2003 году было порядка 700 инспекторов рыбоохраны. Неоднократные сокращения штатной численности инспекторского состава ослабили уровень охвата государственным контролем рыбохозяйственных водоемов. На сегодня при штатной численности 340 инспекторов физически невозможно обеспечить постоянный государственный контроль на всей подконтрольной водной акватории. Для обеспечения полноценного контроля необходимо увеличение штатной численности инспекции рыбного хозяйства на 297 единиц. Также в числе проблем теневой оборот рыбы. Так, отсутствие оцифрованных данных не позволяет в полной мере отслеживать цепочку от вылова до реализации. Для решения проблемы ведомстве разработали информационную систему. Мажористмен Павел Казанцев отчитал некоторые регионы за неисполнение закона. В соответствии с статьей 10 закона об охране, воспроизводстве и использовании животного мира у нас местные исполнительные органы обязаны обеспечивать охрану в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Значит, госохрана расширяется местными исполнительными органами путем создания их, значит, в их ведении специализированных организаций по охране рыбных ресурсов. Вот я запросил справочку, и у нас получилось так. Четыре региона создали ВКО, Шажамбыл, Казаларда, Мангистау. Пять регионов не создали, по восьми информации нет. Есть пяти, которые мужественно сказали нет. Атырау, ЗКО, Костанай, Севказ, Туркестан. Полиция Алматы проводит проверку по факту потасовки в одном из коровки клубов. Там пьяный посетитель устроил драку с персоналом и размахивал ножом. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как хулиган размахивает кулаками, а затем пытается до кого-то дозвониться. В подписи к видео указывается, что мужчина просил привезти ему травматический пистолет. В деталях и причинах происшествия сейчас разбирается полиция. Стражи порядка установили личность дебошира, а также всех причастных к потасовке. Они непременно будут привлечены к ответственности. По данному факту управлением полиции Алмалинского района проводится проверка. В Астане огнебурцы спасли из горящей квартиры кошку. Пожар в столичной многоэтажке произошел накануне. Прибывшие на место спасатели обнаружили питомца в одной из квартир. Животное было без сознания. Жаслан Жакенов и Денис Чайковский вынесли животное из горящего здания и начали реанимационные действия. Спустя время хвостатый пришел в себя. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Автомойки сократят время работы из-за перебоев водоснабжения в Актау. Открыты они будут с утра и до обеда. Ограничения вводятся пока на неделю. За этот срок местные власти надеются восполнить дефицит живительной влаги в городе. Отмечу, дефицит питьевой воды Актауцы особенно остро чувствуют в последние несколько дней. Как выяснилось, проблема возникла сразу из-за нескольких аварий на опреснительных заводах. Плюс ко всему, МАЭК снизил выработку воды из-за потепления Каспия. Сокращение работы автомоют на неделю и ремонт на заводах, по прогнозам чиновников, стабилизирует водоснабжение. Однако дать гарантию, что лето для горожан пройдет без перебоев, Аким давать не стал. Гарантировать бесперебойное лето я сейчас не могу, потому что это все технологический процесс, технический процесс. Я в первую очередь вначале показывал износ наших сетей, порядка 88%. Это колоссальная проблема для нас. Вы видите, наверное, каждый день приходится менять где-то трубы. Кроме этого, Акимат направил в правительство письмо с просьбой приостановить выдачу в регионе архитектурно-планировочные задания для коммерческого строительства. По мнению чиновников, из-за активной застройки МАЭК по пруссу не справляется. Отсюда и нехватка воды. Мы говорим, что ранее вам было в 2020-х, в 2021-х годах были выданы условия о том, что вы с центральным теплоснабжением можете получить соответствующий тепловой гигакалорий объем. Сейчас мы не даем этих разрешений и мы просим предпринимателей с пониманием отнестись. Он говорит, а я построю, я что должен сделать? А откуда мы дадим вам объем, если его не хватает? Ни водоснабжение, ни теплоснабжение. Тем временем в домах сельчан в Тупаре, Кыргандинской области массово выходят из строя электроприборы. Все из-за частых скачков напряжения, которые происходят вследствие изнушенности линий электропередач. Влияют проблемы и на урожай в поселке. Из-за перебоев со светом невозможно включить технику для полива огородов. Марина Иневатова разбиралась в проблеме. Лидия Шиповалова в огород заходит с опаской. Пенсионерку пугает опора линий электропередач. Она давно накренилась и держится на честном слове. При непогоде качается и искрится, с тревогой рассказывает женщина. Ну, столб мне 65 лет. Этот столб еще старше меня. И вот наклоняется. Зимой мы боимся. Как бы не завалилось. И ветер бывает сильный. То завалится тут что-то. Провода вот видите там как намотаны? Он искрит весь. Там не понять, как оно, что вот так. Никто ничего не меняет нам. Страшно. У Марьям Акушевой супруг с инвалидностью. Работы по дому много, жалуется женщина. Для нормального ухода за больным человеком нужна горячая вода. Но титан почти не греет. Также сложности со стиркой. А тут недавно холодильник вышел из строя. Не хватает сил и напряжения. Вот у меня сгорел холодильник. Сгорел модем. Почему? Потому что у нас скачки. Напряжение идут. Сильные, правда. Прям очень сильные скачи. Бывает пониженное. Даже до 130 доходило. Ну, конечно, машинку нельзя постирать нормально. Я включаю ночью. Днем нет. У меня муж инвалид. Первой группы. 21 год я за ним ухаживаю. И надо и купать, и все, как положено. И таких ЧП в домах поселка много. У Кристины Арнт сгорела морозильная камера. Вместе с этим пропали все зимние заготовки. У нас сгорела камера морозильная. Здесь были все продукты. Заготовки свои замораживаем. На зиму заготавливаемся. Теперь у нас нет возможности, чтобы ее починить. Лужи мерят. Ай, не проваляйтесь, не проваляйтесь. Кроме угрожающих висящих проводов и отсутствия уличного освещения, волнуют жители и разбитые дороги. Из-за них выходят из строя детские и инвалидные коляски. У нас дорога ужасная. Ну вот ходят мамы, не могут пройти. Инвалид, вот у Марины муж инвалид, она его не может вывезти. Со своими проблемами жители частного сектора Топара обратились в Акимат. Там заявили, что подготовили проектно-сметную документацию и отправили заявку в управление энергетики области. Предусмотрено 6,5 километров электрических сетей реконструировать на СИП-кабеля, которые в настоящее время пользуются спросом и долговечностью. Также будут установлены две трансформаторные подстанции. Бюджетная заявка отделом ЖКХ в управление энергетики в настоящее время подана. Ожидаем финансирование. Если в текущем году нас поддержат, выделят финансирование, то к реконструкции мы приступим в этом году. В управлении энергетики проект оценивают 140 миллионов тенге. После того, как Акиматом Абайского района будет предоставлена вся необходимая документация, на предстоящем уточнении областного бюджета будет подана бюджетная заявка. Какие еще документы чиновники должны переслать друг другу, в управлении не объясняют. В областном Аслехате заявили, что бюджетная заявка из топара к ним на утверждение не поступала. Более того, народные избранники обещают взять на контроль этот проблемный вопрос. Марина Иневатова, Женедар Архимжанов, Атана Таймс, Иск Аргандинской области. Жители новой арендно-коммунальной многоэтажки Петропавловска задыхаются от нечистот. Подвалы топят с весны, и этим едким запахом многодетные семьи, сироты и люди с инвалидностью дышат каждый день. В квартирах сырость, даже появились насекомые. Горожане бы и рады решить проблему своими силами, но дом находится на балансе местного отдела ЖКХ, и на подвалах висят замки. Устав от чиновничьего равнодушия, люди обратились в прокуратуру. Анастасия Дроняк с подробностями. Шесть арендно-коммунальных домов на 600 квартир в микрорайоне Береке в Петропавловске сдали со скандалом в январе текущего года. Месяцом ранее Ким области в торжественной обстановке вручил новоселам ключи. На этом все. Тогда люди недоумевали, почему они не могут заехать в положенные по закону квартиры. Лишь спустя месяц выяснилось, к домам, построенным еще несколько лет назад, не успели подвести инфраструктуру. Недовольные очередники подняли шум. Чиновники в спешке начали решать все проблемы. Началось поэтапное заселение. Новую квартиру в 51-м доме по улице Байбула во феврале получила многодетная мать Ирина Искакова. Женщина воспитывает шестерых детей, двое малышей и четыре школьника. В квартире сырость, а в подъезде невозможно дышать, рассказывает горожанка. Из-за подвалов идет вся гоня вот эта вот. Мы живем на третьем этаже, но у нас вот это вот дышать нечем. Маленькие постоянно в доме, они постоянно этим дышат. Приходится постоянно находиться на улице, потому что в доме невыносимо. Поспали, поели и на улице. От этой сырости, во-первых, в доме, это все отваливается. У нас даже потолки отваливаются уже. Появляются вот эти с подвалов двухвостки. В соседнем подъезде проживает и сирота Фарида Жусупова. На воселье в пятиэтажке семья отметила в январе. А уже со сходом снега появились первые проблемы, говорит женщина. Сам дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Они его и обслуживают. На подвалах висят замки, и попасть туда самостоятельно люди не могут. Появилась вонь в доме септиком. Неоднократно обращались в КСК, неоднократно обращались в Акимат, просили решить этот вопрос. Но они и не отказывали, и должной работы не делали. То есть они приезжали один день, подкачивают, и все на этом. И опять там какое-то время чисто, потом опять запах идет. В КСК звонили, говорили, то насос сломался, то какие-то воды внутри, якобы в земле или еще что-то. То есть какие-то вот такие отмазки. Проблемой жильцов дома беспокоился и председатель общественного объединения по защите прав потребителей и предпринимателей Артур Тимиржанов. По несчастливой случайности он тоже проживает здесь. По мнению мужчины, в проблему нужно зреть глубже. В общественное объединение обратились жители 69 квартир. По проблеме, то что у них нечистотами пахнет очень сильно в квартирах. Сегодня утром наше общественное объединение написало в прокуратуру заявление, чтобы разобрались в этом вопросе. Потому что, скорее всего, здесь возможно, может усматриваться коррупционная составляющая при строительстве. То есть технология, скорее всего, была не соблюдена. Однако, приехавшие на место представители городского отдела ЖКХ думают иначе. Халатность со стороны строителей они исключают, а причиной возникшей проблемы считают неработающие насосы. В настоящее время по дому Байбулова 51 проблема есть с работой канализационной системы. Данная причина возникла из-за того, что работавшие насосы в ходе эксплуатации системы канализации вышли из строя. В настоящее время заказаны данные насосы, два насоса. В ближайшую неделю они должны поступить по гарантии, быть восстановлены. И зато будут работы проведены по подвальному помещению, по откачке всех. И, соответственно, здесь инфекция, здесь инфекция, как положено. Даже диротизация будет проведена. Во время съемочного процесса также выяснилось, что с аналогичными трудностями в виде затопленных подвалов столкнулись жители соседних арендно-коммунальных домов. Люди надеются, что местные власти в ближайшее время решат эти проблемы, и горожане смогут дышать полной грудью в предоставленном жилье. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск. 900 километров автомагистрали очистили от мусора в Шамбулской области в рамках роты «Стафет» и «Таза Казахстан». Напомню, организовала масштабные мероприятия партия «Аманат». Более 60 тонн отходов было собрано со дня старта масштабной акции. Сегодня на третий день эко-мероприятия депутаты областного масляхата также встретились с жителями села Шаганак. На общественной приемной обсуждались актуальные вопросы и пути их решения. Об этой акции мы узнали из социальных сетей. Мы здесь не одни, с нами еще около 30 добровольцев поселка Шаганак. Сейчас мы очищаем мусор у дороги. Сегодня мы приняли эстафету. В целом по Жамбулской области свыше 100 волонтеров. Мы очистили дорогу с двух сторон. Более 10 тонн мусора было собрано. Кроме того, в поселке Шаганак мы проводим прием граждан. В зависимости от степени сложности вопросов будем их решать. Торжественные проводы участников второго этапа международного каравана мира и согласия прошли в Астане. Мероприятие состоялось при поддержке партии Аманат и Ассамблей народа Казахстана. Около полусотни человек в национальных костюмах и с флагами нашей страны пройдут 10 тысяч километров пути. Первой точкой станет Кыргызстан. Они намерены продемонстрировать нашу культуру и традиции жителям стран Центральной Азии. Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. По словам организаторов, караван призван усилить культурный взаимобмен и укрепить связи между народами. К слову, на третьем этапе участники пройдут по 18 странам Европы и Азии. Мы прошли 16 маршей пешим ходом, около 9 тысяч километров по территории 16 стран Европы и Азии, Ближнего Востока. И вы представляете, на каждом метре километра этого маршрута мы несем наш флаг. Тысячи, десятки тысяч людей простого народа подходят к нам, спрашивают. И мы рассказываем о нашей стране, мы показываем себя. А они видят, что вот они, люди Республики Казахстан. Вот это наша главная миссия. Развитие казахстанского вооружения и военной техники обсудили в Астане. В Национальном институте обороны на эту тему прошла научно-практическая конференция. Участники встречи говорили не только о современных технологиях, но и о новых способах ведения войн и вооруженных конфликтов. Кроме того, военные показали образцы ударных дронов, которые разработаны непосредственно Национальным институтом обороны. Здесь мы хотели бы обсудить и обсуждались вопросы, касаемые новых видов вооружения и военной техники, какие виды вооружения и военной техники необходимы в данный момент для принятия на вооружение, для того, чтобы обеспечить полноценную обороноспособность наших вооруженных сил. Данный дрон предназначен для сбрасывания, прицельного сброса боеприпасов. Все изготавливаем сами, комплектующие, конечно, покупаем. Уже прошла обробация в прошлом году. Показали хорошие результаты. Теперь мы по результатам тех испытаний разработали в этом году еще два новых образца, которые сейчас будем испытывать. Один из крупнейших производителей золота в Казахстане объявил о переименовании своей компании. Теперь компания Polymetal International будет называться Solid Core Resources. Кроме того, бизнесмены поделились новой стратегией развития по добыче золота в стране. Название Solid Core составлено из двух слов Solid – надежный и Core – ядро. Решение о переименовании было принято с целью отделить себя от бывших российских коллег. Ведь до этого компания была единой с соседней страной. 60% активов принадлежали России и 40% Казахстану. После того, как на российскую часть были наложены американские санкции, их долю решили продать и сделать ребрендинг. И мы все это время работали над продажей российских активов, так как казахстанская часть санкциями затронута не была. Соответственно, вот буквально недавно эти российские активы были проданы, и они сохранили название Polymetal. Соответственно, чтобы дистанцироваться от этого названия, логично было переименовать и сделать ребрендинг компании. Помимо нового названия, компания планирует расширить свою деятельность. Их стратегия включает в себя новые проекты и покупку новых активов. По словам генерального директора Solid Core Resources, у них остаются крупные месторождения. Это КЗУ в области Абай и Варваринский хаб в Кустанайской области. Также компания планирует строительство в Казахстане Иртышской ГМК, которую планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2028 года. По итогам прошлого года все компании нашей группы в Казахстане произвели более 15 тонн золота. С учетом новой стратегии, конечно, производство увеличится. Наш якорный, самый главный на данный момент проект это в Павлодаре. Когда он заработает, то, естественно, добавится еще несколько тонн золота в связи с тем, что мы производство переносим в Казахстан. И это даст возможность, скажем так, локализовать весь технологический процесс от начала добычи руды до афинажа золота в Казахстане. Отмечу, что предприятия в Кустанайской области в общей сложности добывают 4,3 миллиона тонн руды в год. А в области Абай производится более 10 тонн золота ежегодно. На данный момент компания рассматривает также расширения в других странах. На этом наш выпуск завершен. До свидания. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова